Глава восемнадцатая, четвертая книга царств. В третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия сына Хаза, царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодные в очах Господних во всем так, как поступал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его не Хуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он не ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему, и поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. В четвертый год Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салман Ассар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через три года. В шестой год Езекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского взята, Самария, и переселил царя сирийский, израильтян, в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Газаан и в городах Медийских, за то, что они не слушали голоса Господа Бога своего и приступали завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. В четырнадцатый год царя Езекии пошел Санахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия царь Иудейский к царю Ассирийскому. В Лохис сказать, виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царя сирийский на Езекию царя Иудейского триста талантов серебра и тридцать талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царя Ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лохиса к царю Езекию с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рапсак, — Скажите Езекию, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Такой фараон царь египетский для всех, уповающих на него. А если вы скажете мне на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде Иерусалиму, — Перед этим только жертвенником поклоняйтесь вы Иерусалиме. Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? Притом, разве я без воли Господней пошел на место это, чтобы разорить его? Господь сказал мне, — Пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким сын Хелкин и Севна и Иоах Рапсаку, — Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им Рапсак, — Разве только к господину к твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать эти слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, и сказал, — Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас езекия Господом, говоря, — Спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте езекии, ибо так говорит царь ассирийский, — Примиритесь со мною, и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же езекии, который обольщает вас, говоря, — Господь Спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сипарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь Спасет Иерусалим от моей руки? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца Исевна-писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель Киезекии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рапсаковы.